Украинские моряки судна «Меконг-Спирит», которых обвинили в контрабанде в Греции, вскоре вернутся домой. 12 членов экипажа получили разрешение на выезд в Украину. Сейчас готовят документы. Что значит такое разрешение для моряков и кто помогал им вернуться к родным, разбиралась Ксения Варвиненко. Без топлива, света и воды 17 моряков «Меконг-Спирит» жили на судне почти полтора года. Питались консервами, питьевую воду держали в пластиковых бутылках. Вон бутылочки, умывальник. Вот так вот мы мылись до сегодняшнего дня. Кое-как попытались обустроиться. Отрезанные от всего мира и своей родины, пока шло расследование с едой и всем необходимым помогали благотворительные организации. Они же арендовали для моряков дом и наняли адвоката. Ребята до последнего не знали, когда смогут вернуться домой. И только в этот понедельник у них появилась надежда. Собираемся домой, потихоньку собираем вещи. Уже завтра 12 из 17 членов экипажа вернутся домой в Одессу. Подали документы на визы, билеты уже на руках. В течение 14 месяцев здесь находились. Ну не здесь, здесь мы находимся с апреля месяца. Спасибо господину Бумбурасу за помощь, за поддержку. А так, сейчас посмотрим. Обещают нам на пятницу, что в пятницу мы должны быть уже дома. Здесь, в Украине, их ждут родные. Они все это время вместе с украинскими дипломатами боролись за освобождение моряков. Дома ждут родители, мама, папа, сестра. Можно сказать, моральная поддержка моя, которая всячески помогала мне на протяжении этого всего времени. Не сойти, как говорится, с ума здесь, потому что очень тяжело. Вместе с дипломатами и родственниками помогали, чем могли, и благотворители. Для почетного консула Греции Пантелеймона Бумбураса это не первый корабль. И украинские моряки, которым содействовал в освобождении. Помогал и экипажу судна РС-97, застрявшему на полтора года на Крите. Тогда моряков проверяли на предмет контрабанды сигарет. Мы начали помогать с юристами, и через несколько времен уже результат. Всегда под эгидой министерства я буду помогать морякам, которые есть проблемы в Греции. Надеюсь, что таких случаев в Греции особенно не будет, но жизнь не показывает, что это нереально. Поэтому я вместе с Кападегидом министерства Украины будем помогать морякам. Я рад, что в такое маленькое и малое время такой результат. Украинцев судна «Меконг-Спирит» обвиняют в перевозке оружия и взрывчатки для террористов. Хотя даже греческие эксперты подтвердили, груз был промышленный, а не военный. Пока расследование не закончилось, в Греции останутся еще пять членов экипажа. Капитан, старший и второй помощники и двое рядовых. Троих моряков пообещали вскоре тоже отправить в Украину. А старпом и капитан, как говорили, вот этой организации преступной, которая перевозит оружие террористам, будут приниматься решения не этим прокурором, который следователь ведет дело, а только когда будут переданы бумаги прокурору Верховного суда. В деле есть ответы правительств Испании, Турции, Судана и ООН. Это официальные перевозки. Плюс ответ ООН, что на эту часть Судана, которая является членом ООН, куда мы шли в Порт-Судан, санкции ООН не распространяются. И также есть два заключения экспертов греческих. Возвращение моряков в Украину не означает, что с них сняли обвинения. Члены экипажа обязаны каждый месяц регистрироваться в Генеральном консульстве Греции в Одессе. Ксения Барвиненко и Елена Зорина. Подробности. Телеканал Интер.